За три последних дня заболеваемость коронавирусной инфекцией в Самарском регионе увеличилась на 25%, а если сравнивать с весенними показателями – на 55%. Если еще в середине лета в среднем сутки выявляли 49 заболевших, то сейчас эта отметка находится в районе 115-120 человек. В первую очередь заболевание опасно для людей, находящихся в группе риска, тех, кто старше 65 лет или имеющих хронические болезни. Тем временем самарцы на улицах перестали соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Идет битком трамвай, 2-3 человека в масках, 2-3, всех возрастов абсолютно. Стоят люди уже группы риска, они не чувствуют абсолютно того, что у нас сегодня там происходит. То же самое касается торговых центров. Любой объект торговли, начиная, даже в аптеку заходишь, провизор там без маски находится. У глав наших должно день начинаться с этого. Что у него произошло? Какая у него структура заболевших? Где они заболели, эти люди? Чтобы остановить рост заболеваемости, самарцев призывают к ответственности. Сейчас как никогда важно соблюдать все меры безопасности, обрабатывать руки санитайзерами, в торговых центрах и общественном транспорте надевать маски. Кроме того, в Самаре снова усилят дезинфекцию подъездов и детских площадок. Глава города поручила районным властям контролировать работу управляющих компаний. Эти меры никто не отменял. Мы по этим мерам живем уже с марта месяца. Просто люди летом немножко расслабились, была совсем другая погода и были совсем другие показатели по заболеваемости. Сейчас мы просто возвращаемся и напоминаем о том, что никто эти правила не отменял. Ношение масок, соблюдение дистанции и уважение друг к другу. Тех, кто не будет соблюдать меры безопасности, накажут рублем. Частным лицам за прогулку по улице без маски может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам несоблюдения мер безопасности грозит вплоть до приостановки деятельности. Штрафы взимаются и сейчас. За полгода они пополнили городскую казну почти на 3 миллиона рублей. Пассажиров, севших в общественный транспорт без маски, будут немедленно высаживать. Но главная цель, говорят представители властных структур и медики, не наказать, а предотвратить распространение инфекции. Здравоохранение обращается с посылом о том, чтобы снова профилактику поставить впереди лечение. Сталкиваясь уже с запущенными формами, мы, к сожалению, не имеем хороших результатов. Мы будем снова и снова говорить о том, что простые меры, такие как ношение масок, соблюдение определенных режимов дистанции и гигиена рук – это достаточно эффективные мероприятия. Осложняет эпидобстановку и сезонное заболевание гриппом и ОРВИ. Медики советуют самарцам сделать прививку, которая защитит, если не от болезни, то от осложнений. Не надо забывать, что помимо коронавирусной инфекции у нас сейчас ожидается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эпидпорог по Самаре и по области еще не превышен по данным инфекциям. Поэтому призываю населения, обращаясь, о необходимости прививок против сезонного гриппа, что данная мера очень эффективна и необходима, тем более в данном эпидсезоне. В каждом районе города создадут рабочие группы, которые будут проводить гласные проверки объектов потреб рынка. На контроле соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, наличие дозаторов и рециркуляторов. Если что-то из этого списка будет отсутствовать, то протоколы отправят в Роспотребнадзор, а потом и в суд. За несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для юридических лиц предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней. Если они также не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, все эти штрафные санкции приостановка деятельности могут быть осуществлены повторно. На самом деле режим повышенной опасности, он еще у нас существует, поэтому все рейды, которые проходили до сих пор, они будут проходить в повышенном режиме. Напомним, с начала этой недели в Самаре возобновили проверочные рейды в магазинах, парках, скверах и в общественном транспорте. Что касается последнего, то решено останавливать движение автобуса или трамвая, если пассажиры находятся без масок.